Что-то я очень сильно сегодня подзамерз. А почему я очень сильно подзамерз? Сейчас немножко расскажу, не торопитесь. Ох, как я замерз, не по-детски. Хотя, в принципе, сегодня 3 ноября, и если бы у нас кое-что работало, так как должно быть, было бы все исключительно вкуснее. Ну, по ходу событий все не работает, так как нам нужно было. Почему это не работает, так как нужно было? Об этом немножко чуть-чуть подольше. То есть давайте все-таки определимся о наших дивных заболеваниях и какая штука у меня в голове. То есть у меня в голове гриобластома. Да, для умных, ну самых умных, я вам предлагаю залезть в Википедию и посмотреть, что это такое. Да, и вам все будет, в принципе, ясно. И понятно, что с моим заболеванием живут год и три месяца. Я живу немножко подольше по времени. Да, операция у меня была сделана 27 марта 2013 года. Ну, каким-то образом я живу. И самая забавная ситуация, что мне, когда говорят, что, Лешенька, а почему ты на пенсии? Я говорю, так у меня же часть мозга-то забрали. И говорят, а давай все-таки вернемся на круги свои. Я говорю, давайте все-таки вернемся на круги свои. И вы мне вернете мои 110 тысяч долларов, мной лично потраченные, и они до сих пор продолжаются. То есть, если я не буду лечиться, я на тот свет уже уйду, и это будет неоднократно и не очень сильно красиво, потому что я знаю, о чем идет речь. И тогда, тогда, тогда забирайте эту глиобластому куда-нибудь ее себе. Верните мои деньги. Я каким-то образом разберусь, как мне жить-то дальше. Ну, чтобы глиобластом у меня не было. А чуть не получается? Да не получается это дело. И все-таки я немножко благодарен этому городу за то, что он дал мне 70 тысяч долларов на лечение. Я думаю, что, в принципе, я наверняка уже могу жить для себя. Потому что, потому что на следующее лечение денег ни у кого нет. То есть, я свои бабки лично собираю. Да, то есть, понятно, да? То есть, я работал на город, а сегодня мне... А что, перестать работать на город? Ну, может быть, так оно и получится, потому что никто не помогает, естественно. Так, давайте вернемся на сегодняшний край. То есть, в связи с тем, что я занимаюсь и качественной работой, я должен эту качественную работу переделать. Или вы думаете, что процедура телевизионная, это просто так, сегодня, завтра и сейчас? Не, не, не. Да. Замерз просто не по-детски, не знаю, где купить то самое качественное мясо. Причем, по-другому, не весьма адекватной цене. Замерз, ну, реально замерз. То есть, я сегодня решил проверить, как у нас работает электротранспорт. И перед тем, как поехать на электротранспорте, я, используя интернет, посмотрел, что 31-й трамвай, он должен меня забрать и отвезти туда, куда нужно. Было бы. Но давайте все-таки определимся о нашей жизненности. В Магнитогорске никогда трамваи ровно не ходили. Никогда. Но внезапно, к какому-то время-то оказалось, годика два или три назад, когда трамваи начали ходить ровненько. О! Я думаю, может быть, чуть-чуть они немножко предпозднулись, но два трамвая 31-х, один за одним прошли. На вокзале. И сидела, и ждала. Тогда они с вокзала, развернувшись на депо, два вернутся обратно. Но не пришло оно. Не пришло. И в итоге событий где-то, наверное, минут, наверное, ну, 25 оставило, ждал. Ну, ладно, хоть позвонил человечку, у которого был другой номерочек, 24-й, и села на его. Или 27-й, я уж не помню. Спросил, там будет, и он говорит, нет, не будет. Я доехал, отснялся, и уже поехал обратно. Я внимательно посмотрел. Сегодня что у нас? Сегодня у нас 3-е ноября. Вообще-то выходной день. Вообще-то оттуда 31-й должен был нас забрать в 18 часов 46 минут. Везде было все написано. Я чуть раньше пришел, естественно, примерно за 10 минут, может быть, чуть больше, посмотрел, и вы знаете, не пришел никакой трамвайчик. Ни в 18-46 его не было, ни в 19-02 уже должен быть 10-й трамвайчик, который должен был обратно повезти. То есть и все. И никаких вариантов нет. вот это тема. Вот это тема. То есть давайте все-таки вернемся на круги своя, когда мне говорят, ты же пенсионер. Я говорю, да, я пенсионер. И поэтому я не плачу налоги. По одной простой причине еще раз объясняю, у меня половину мозгу забрали. Но если бы вернуть на круги своя, да, я бы, наверное, работал под ИП. Ну, чинет ИП, отдельная тема, можно было бы работать ровно, но верните мои деньги и заберите глиобластому. Да заберите ее себе. Все же мне говорят, ты же тут, как бы вам сказать, просто внезапно нарисовавшийся. Я говорю, внезапно нарисовавшийся, то есть, это внезапно нарисовавшийся, то есть, моя глиобластома примерно мне сейчас стоит, то есть, каждый год я трачу дополнительные деньги. То есть, сегодня, сейчас мне надо поехать на Кубу, чтобы я ее пролечился, естественно. А это не дешевый вариант, если честно, потому что Видотокс качественный вариант продается только на Кубе. То есть, всегда это возникает проблемы. Но я вам сейчас немножко объясняю. что если бы не химия, которая тоже денег уступила не по-детски, то есть, в принципе, можно было спокойненько пролечиться, ну, ориентировочно за сумму примерно 50 тысяч долларов я бы выскочил. Но не получилось. И поэтому плюсом туда еще шлепнулось 130-140 тысяч на химию, которую я пропил первый год. То есть, ну, не надо мне рассказывать сказки, что глиобластома это просто так и вообще. Не дай это Бог. Не дай это Бог. И поэтому, когда мы поехали с человечком, а он работник комбината был, я же говорю, что в принципе это дело финансируетесь вы. То есть, у каждого человека, который работает на комбинате, есть определенные вещи, которые он обязан платить. Платит, конечно, не он, платит бухгалтерия, но в принципе, если все это дело взять, то сумма у работника комбината будет далеко уже не 100 тысяч рублей, а выше. Потому что там же идут налоги. Ну, вот и все. И эти налоги куда пролетели? Мимо кассы. Потому что часть этих налогов он платит в город Магнитогорск. А в городе Магнитогорске электричество, я имею в виду, мы же на электричестве работаем, правильно? Ну, электрические трамваи же ездят, да? То есть, у нас никаких других трамвайных средств, кроме трамвая, не существует, которые используют электричество. Все это улетает не по-детски. И он за меня передо мной пришел минут, наверное, 15, я ожидал этого, а я пришел, и в итоге, если бы не автобус, на который мы, слава тебе, Господи, сели, еще у людей забрали, потому что мы просто замерзли все. Клево было. То есть, ребятишки, я не против цензу, это не цензура называется, это называется, как бы вам сказать, это наша правильная жизнь, которая вам говорит. А этой правильной жизни, которая вам говорит, уже в Магдагурске не присутствует, точнее, присутствует на YouTube. Поэтому я вам рассказываю. И когда мне говорят, что взяли они какую-то девочку, девочки тупоголовые, вы работники и на комбинат пришедшие, просто дебилов, раскрутившись, вы пришли и забыли маленький нюанс. А маленький нюанс для всех и для тех, кто занимается в городе Магдагурске, то есть, в городе Магдагурске также взяла какая-то девочка и пришли, это уже отдельная тема. Так вот, для тех, кто занимается, я имею в виду, и руководит городом Магдагурском, и руководит комбинатом, вы обратите внимание, в конце концов, есть очень крутой специалист, покруче вашего, естественно, Владимир Владимирович Путин. Да, вы не думаете, что я имею никакого к нему отношения? Нет, я также его снимал вместе с Виктором Филипповичем Варашниковым, потому что я был оператором у Виктора Филипповича Варашникова. Так вот, Владимир Владимирович набирает свою команду тех людей, которые постарше его присутствуют, потому что умные люди, а качество человека, который работает с годами, только становится выше. Ни один щегол 30-летний не сможет сделать так, как это работает крутой специалист. А лучшие специалисты, извините, с возрастом уже свыше 70 лет, которые четко знали, как все было в Советском Союзе и как все это дело пытаются раскрутить. Ну, вы лошары. Я бы вас просто угнал куда-нибудь подальше с этих дивных мест, а взял бы нормальных специалистов, которые еще есть в этом городе. А пока, пока, пока я по имя перекушусь, потому что замерз просто не по-детски. Вкусно, вкусно. Вы думаете, что это каких-то бешеных денег стоит? Вот это мясо. Нет. Я не буду говорить, где, но то, что я взял, стоит. Шири, тогда это мясо стоит 200 рублей. 200 рублей. Не буду говорить, где оно есть. А-а! 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 ... Продолжение следует...